Мы в Тюмени, позади Владимирская область, позади Удмуртия. И мы находимся сейчас вот уже в круговороте концертов, всех этих сценариев, событий, людей, впечатлений и музыки. Вообще было так. Я приехал сюда со своим концертом. Тогдашний главный дирижер, не могу об этом не сказать, Тюменского филармонического оркестра Алексей Карабанов, которому я рассказал про идею музыкальной экспедиции, сразу же привел меня к Елене Майер, директору департамента культуры области, с которой за 20 минут мы нашли общий язык. Она все узнала про проект, сказала, в следующем году делаем. Я сразу же зарядилась энергией этого проекта, потому что никогда не слышала ничего подобного. И мне показалось, что фестиваль-путешественник обязательно должен прибыть в наш Тюменский регион, который богат и историческими, и ландшафтными локациями, очень яркими. Конечно же, в прошлом году мы попробовали этот фестиваль на вкус. Нам очень понравилось. Мы зарядились энергией, особой атмосферой этого фестиваля. И в этом году мы увеличили их количество концертов, предложили другие локации. Мы очень рады, что в этом году приехало гораздо больше музыкантов с яркой программой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сказать, что понравилось, это просто ничего не сказать. Это было круто. Мы все ждали чего-то такого необычного, и мы его получили такое необычное. Надо пережить то, что я сегодня прочувствовала музыка. Музыка, которая проникает глубоко, которая вызывает какие-то изумительные ощущения. И мне кажется, эти ощущения будут очень долго у меня жить. Все музыканты, безусловно, их охарактеризовали, это высокого класса музыканты, но они еще настолько расположились к нам, к публике, будем так говорить, а мы к ним. И мне кажется, вот создалось какое-то вот такое обоюдное признание друг друга. Им понравился Острог, понравился наш город, понравились мы. Они нам, безусловно, понравились. Острог, понравились мы. Они нам, безусловно, понравились. Что такое экспедиция? Предполагается преодоление некоторых трудностей. Не так все комфортно, как обычно. В том числе и с погодой связаны, с программой. У нас полная демократия. У нас есть список произведений, которые мы подготовили, но мы не знаем, в каком порядке. И в зависимости от обстоятельств, что именно будет звучать на концерте, это вносит такой драйв, но никак не влияет на качество исполнения. С такими-то музыкантами. Я только знаю, как мы будем играть. Мы будем играть очень хорошо. У тебя остается вот эта сиюминутность. Ты должен это придумать прямо на сцене. И ты должен вот эту концепцию, ты должен ее выразить прямо здесь и сейчас. Вот это потрясающе. И сначала это меня пугает. Уже на второй-третий день я начинаю ловить кайф. Я получаю огромное удовольствие именно вот от этой абсолютной спонтанности. Музыка – это корни, да, это традиции. Альпийский рок. Инструмент специально создан для того, чтобы играть на воздухе. Понятно, что он звучит и в помещении прекрасно. Но если мы в горах, то, конечно, отзвук и эхо иногда бывает по пять, по шесть эхо. Это долгая совершенно вибрация. Потому что инструмент создан для этого. Плюс восемь жуткий дождь. И мы уходим внутрь музеев, играем там девять концертов за час. В одной комнате сидим мы с Анной. В другой комнате – Петя Лау. И в третий – Гайка Зазян. И мы играем три раза по 15 минут свои концерты, а публика движется из одного помещения в другое. И эти три потока, они имеют возможность послушать все три концерта. Таким образом, у нас получилось девять концертов за час. До этого мы играли в другом музее дуэтом с Игорем Федором. И вечером у нас был большой джазовый концерт, который должен был пройти на набережной. Поскольку здесь полтора месяца была 30-градусная жара, и все уже ждали этого концерта, как глоток свежего воздуха. Но глоток свежего воздуха подошел с другой стороны. Вместе с ливнем, и с холодом, и с ветром. Поэтому перешли в ДК «Нефтяник». Не очень романтичное название, но очень красивый мраморный зал. И было столько народу, и ощущение, что мы находимся на стадионе. Чисто джазовый концерт, квартет, плюс Аркадий. Все классические музыканты академические в нашей компании тоже немножечко примкнули к джазу. Не могу сказать, что я суперимпровизирую, что-то мне выписали. Но как-то я чуть-чуть пытаюсь в этом ориентироваться. Есть Игорь Федоров, который великолепно играет и классику, и джаз. А есть Гайка Зазян, человек, который таил в себе этот талант. Даже не знал, не мог его никогда раскрыть. В джазе бывали только девушки, а Гайка не было. И его заставили. Во-первых, он вышел в смокинге с поясом здесь, в лаковых. Собрался играть джаз. Мы быстренько сняли с него пояс, засучили рукава. Леонид Владиславович Минскевич, Аркадий Шелклопер стояли над ним и рассказывали ему, как играть в джаз. И Гайк выдал самое умопомрачительное джазовое соло на этом концерте, вызвав просто невероятную бурную овацию всей публике. Так что мы подарили миру нового джазового скрипача, потому что теперь у него нет другого выхода. Мы даже сами за музыкантов немножко переживали, особенно когда видели скрипача или виолончелистов. Нам как-то было немножко боязно за них. Я самоклассический музыкант. Очень трудно выходить за рамки нотного текста, потому что мы очень много времени посвящаем именно идеальному исполнению написанного на бумаге, а когда перед тобой просто условная гармония, к которой тебе нужно придерживаться, это, конечно, очень жутко. Всякие аранжировки, которые были сейчас в джазовой обработке, это просто невероятно, очень понравилось. В общем, для меня это было открытие, что бах можно подать в джазовой обработке. Замечательно у нас получилась все-таки такая команда. Я страшно рад, потому что невероятный состав участников, и джазовый, и классический, а главное, что мы, опять же, все можем интегрироваться, и эти концерты делать вот с двух сторон. Мы все знакомы очень давно. Мы все друг с другом играем десятки лет. Мы знаем, что мы можем, когда ты знаешь, что человек может, с которым ты играешь, ты знаешь его возможности, потому что у каждого музыканта есть какие-то свои фишки, как он подойдет к этой фразе. И ты уже знаешь это. Это вот от компании зависит. Это зависит от того, что мы такое, каждый. И вот мы соединяемся, и из этого рождается вот такой химический элемент, который вот вы его слышите. Жалко, что иногда не все классические музыканты относятся и к джазовой музыке, и к фольклорной музыке так, как Борис Андрианов. Поэтому музыкальная экспедиция – это воплощение идей Бори Андрианова, учитывая то, что задумано это в уникальных местах, которые являются культурным наследием вообще этой большой страны. И то, что это проходит иногда рядом с уникальными соборами, иногда это будет в фантастических парках, это особое восприятие и того, и другого. И архитектуры, и музыки. Ты кто? Ты кто? Она говорит, я Ксения, заместитель генерального директора. Ты кто? Чтобы здесь все состоялось, надо посмотреть наш чат-переписку с Ксенией. Там, в принципе, можно небольшую такую повесть выпустить. Эпистолярный роман, да. Ну, к тому, что пять дней экспедиции и полгода бесконечных переговоров, переписок. Музыкальная экспедиция – это уникальный фестиваль. Это очень настоящая история. История не только про очень хорошую музыку, история о дружбе, о любви, о любви к России, о любви к музыке, к тому, что ты делаешь, о любви к людям. Поэтому, мне кажется, ни один фестиваль, ни одно событие не собирает столько искренних, теплых отзывов, комментариев. Я лично и все, мне кажется, жители региона просто счастливы, что музыкальная экспедиция путешествует по Тюменской области. Здорово, что ребята посещают наш регион, дарят нам эти эмоции. Мы очень рады. И надеемся, что это продолжится и в следующие годы. Профессионализм каждого в отдельности музыканта. Видно было, что они не просто работают, а не получают удовольствие. Особенно мне приятно, что я моей четырехлетней дочери могу показать всю эту музыку, рассказать, как работает виолончель, проиллюстрировать все это вживую, на примере лучших образцов российской и зарубежной. Классики, в том числе джаза и дуза. Все это пощупать, ощутить. Каждая нота, каждый голос был прямо в самое сердце.